В эфире программа День города. Здравствуйте! С обзором уходящего дня вас познакомлю я, Герман Гущин и мои коллеги-корреспонденты телекомпании Город. Главная тема дня – исполнение желаний, но не для всех. В Рязань доставили новую партию вакцины «Спутник Лайт». Все идет по плану. В Рязани продолжается призыв новобранцев. Зверь, который нам мешает. О стрессоустойчивости поговорили с профессиональным психологом. В Рязанскую область наконец-то завезли новую партию вакцины «Спутник Лайт». Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, речь идет о 17 с лишним тысяч доз. Впрочем, получить «Лайт» просто так вряд ли получится. Этот препарат рекомендован только для ревакцинации, которую прошли уже 57 тысяч рязанцев. Первичный же укол ставят двухкомпонентными вакцинами – ГАМ-КОВИДВАК, ЭПИВАК-КОРОНА и КОВИВАК. Для всех привитых «Спутник Лайт» будет доступен лишь через полгода. На сегодня первым компонентом вакцинировано 468 тысяч человек, вторым – 387 тысяч. Это 65% от целого коллективного иммунитета. Депутат Рязанской областной думы поддержал федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, а также на авиа- и железнодорожном транспорте. Речь идет об изменении в законах о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. За положительный отзыв проголосовало 25 депутатов, против – 6. Напомним, закон предусматривает запрет на посещение массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли после 1 февраля без QR-кода о прививке, без справки, подтверждающей, что человек переболел коронавирусом, либо без медотвода от вакцинации. Такие же ограничения коснутся авиационного и железнодорожного транспорта. Предполагается, что действовать ограничения будут до 1 июня 2022 года. Осенний призыв в самом разгаре. С двух районов города – Московского и Железнодорожного отправится служить 130 человек. Пока отправка ребят к месту службы идет полным ходом. Параллельно мы узнали, как много парней сменят привычную одежду на пиксельную форму в друг других районах – Октябрьском и Советском. Сто человек отправятся служить в этот осенний призыв с двух районов города – Октябрьского и Советского. Все идет по плану. К месту службы уже отправилось процентов 30 ребят. Пункт назначения преимущественно западный федеральный округ. Пять отправок срочников уже прошло, но грядут и новые. Могут планы перевыполнить, говорят в военкомате. Уклонисты, которых активно ловят, есть всегда. Казус еще и в том, что призывник может быть прописан в одном районе, а жить в другом. Но бывает и хуже. Юноша может вообще жить за пределами региона. Но таких активно ищут. Рейды проходят два раза в неделю. Часто оказывается, что уклонисты могут в армию не попасть, по здоровью не пройдут. Бывали и такие случаи. А можно и вообще вместо обычной службы выбрать альтернативную. Такие ребята есть у нас, которые хотят заменить военную службу по призыву на альтернативную службу. У нас на сегодняшний день у нас такой сейчас один. На следующей неделе будет проходить медицинское свидетельство. Решение по нему принято о замене службы на альтернативную. Если он пройдет, комиссия будет направлена на альтернативную службу. А можно отслужить и по контракту. Заранее, до призыва написать заявление в своем военном комиссариате. И тогда год срочной службы можно будет заменить двумя годами контрактной. В Рязани так поступил один человек. Но может еще одумаются. По словам военного комиссара советского и октябрьского районов, весной контрактников было больше. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». 26 ноября в России стартует так называемая «Черная пятница». Во время этой акции магазины обычно обещают фантастические 90-процентные скидки. На деле же, как показывает практика, скидки будут стандартные в районе 20 или 30 процентов. Но даже в этом случае не стоит забывать, что «Черная пятница» – это время, когда зарабатывают не только продавцы, но и мошенники. Злоумышленники создают сайты клона реальных торговых площадок и запускают агрессивную рекламу. Жертвы мошенников в лучшем случае теряют небольшую сумму, в худшем предоставляют данные своей карты и лишаются всех накоплений. От необдуманных действий горожан предостерегает Рязанское отделение Банка России. В специальном релизе финансисты описали несколько простых действий, чтобы не попасть в ловушку интернет-мошенников. Например, для онлайн-шопинга лучше использовать дополнительную или виртуальную карту и перечислять на нее деньги непосредственно перед покупкой. Своё обращение публикует и УМВД Рязани, где указывает на самые популярные схемы обмана. Под видом сотрудника безопасности банка злоумышленники сообщают доверочным рязанцам, что в мобильном приложении кто-то оформил кредит на их имя. Мошенники просят собеседника назвать свои персональные данные, кодовые слова и текст из СМС-сообщения, а затем перевести деньги на резервный счет. Делать этого ни в коем случае нельзя. Так вы точно останетесь без своих сбережений. Не поддавайтесь панике. Даже уже отправляясь в банкомат за деньгами, спросите себя, не передаете ли вы деньги из руки злоумышленников. Верным решением данной ситуации будет не спешить банкомату, а проконсультироваться о правильности своих действий, позвонив на горячую линию банка или обративших к сотрудникам ближайшего отделения этого учреждения. Будьте внимательны, берегите свои деньги и спокойствие своих близких. Сразу три аварии вблизи учебных учреждений произошли в Рязани. К счастью, обошлось без погибших. Валерий Седов продолжит. На ваших экранах кадры с места аварии у 40-й школы М-бумаги заполняют вот на этого водителя. Мужчина на своем Митсубиси сдавал задним ходом у стены школы и в зеркале заднего вида не заметил мальчика. После наезда 14-летнего подростка доставили в медицинское учреждение. И это не единственная авария за сутки. Даже среда, вроде как будний день, не началась без происшествий. Сегодня утром примерно в 7.45 в городе Рязани на улице Ленинского комсомола у дома 85 легковым автомобилем, водитель которого скрылся с места аварии, произошел наезд на девушку, студентку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате автоаварии студентке понадобилась медицинская помощь. Это третья авария вблизи учебного заведения за эту неделю. В пострадавшем оказана медицинская помощь. По факту каждого ДТП проводится проверка. Сотрудники ГИБДД выступили с важным обращением к водителям. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными при проезде вблизи образовательных организаций, соблюдать требования правил дорожного движения при проезде нерегулируемых пешеходных переходов вблизи школ и детских учреждений. Однако внимательность нужна не только водителям. Детям также стоит напомнить основные правила дорожного движения. А учитывая, что все аварии произошли в темное время суток, то не помешает использовать световозвращающие элементы на одежде. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Стресс и стрессовые нагрузки сегодня одни из самых неблагоприятных последствий напряженного ритма жизни. Каждый из нас встречается с ним ежедневно. Но как вести себя в таких ситуациях мало кто себе представляет. На помощь приходят профессиональные психологи. Стресс – один из главных бичей 21 века. Мало того, что он всячески портит настроение, так еще и провоцирует множество заболеваний, например, нервной и сердечно-сосудистой системы. Появление злокачественных опухолей тоже из этой области. Стресс – это действительно зверь, который часто нам мешает. Но как и страх, в принципе, только есть тот страх и тот стресс, который помогает нам выжить и помогает нам. То есть тот стресс ситуативный, он нас немножечко выращивает. Это точка роста, в которой мы понимаем, что здесь надо что-то сделать. И есть тот стресс, когда вы понимаете, что выгорание, ничего не хочется, панические атаки, где подключается психосоматика, где подключается тело, которое говорит вам, что уже пора. Реакции организма на стрессы часто индивидуальны. Во время этого эмоционального удара в нашем организме вырабатывается большое количество гормонов – адреналина и кортизола. Психологи рекомендуют сразу переключать свое внимание на позитив, а еще выполнять комплекс дыхательных упражнений. Есть техники, да, когда мы себе помогаем, мы с заботой о себе делаем что-то, что-то для себя, да, то есть пришла, не начала там по дому сразу что-то делать, начинать там мыть, убирать, всех построить, ты делай уроки, ты иди в магазин. Про себя, что-то про себя, да. Я села, выдохнула, полежала, почитала, может быть, что-то такое, да, вот, что помогает именно в моменте в этом переключиться. Ну и как следствие, да, чтобы не обрести вот это вот состояние депрессии, которое сложно идентифицировать. Человек может улыбаться и быть весел, а на самом деле у него вот оно копится. И стресс, это любой стресс, это про подавленный импульс, это про неудовлетворенные потребности, это техники дыхания, если мы говорим о чем-то прикладном, да, это какие-нибудь, возможно, йога-практики, да, это там водные процедуры. Если справиться со стрессом дыхательными или физическими упражнениями не получается, то можно попробовать съесть что-то вкусное, например, тортик. Главное в этом не переусердствовать. Впрочем, помощь профи-психологов тоже не помешает. Психолог – это такой некий проводник, проводник в личные, да, какие-то моменты, проработки, как справиться со своими проблемами, трудностями. Психолог – это не только жилетка, в которую можно поплакаться, а это в первую очередь тот человек, которому можно доверить самое сокровенное, зная, что, ну, во-первых, из этого что-то получится, и, во-вторых, зная, что это за пределы никуда не выйдет. То есть вот этот вот момент конфиденциальности и момент вот этой безопасности, да, он крайне важен. Стресс – явление распространенное, и не стоит удивляться тому, что нам ежедневно приходится с ним сталкиваться. Психологи рекомендуют для начала создать приятную атмосферу вокруг себя. Проблемы от этого, может, и не уйдут, но психологическую нагрузку на организм мы снизим наверняка. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.tv и на наших страницах в соцсетях. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин